Всем привет! Сегодня я буду снимать видео о покупках. Фэшн-покупки. Это будет одежда, аксессуары. Итак, это Dior. Знаете, как это получилось вообще, вот эта покупка? Инстаграм. И девушка выкладывает Dior. Такие же серёжки, только чуть-чуть. Они были другие. И я подумала, какие красивые-то, хочу такие. Прямо она так распаковывала. И красиво. Тоже в таком же варианте. Вот такой у неё был мешочек поменьше. И в Даниэле, оказывается, есть такие серёжки. Но опять же скажу, что вот чуть-чуть они другие. Но всё-таки там была лишь... Я покажу и те, и свои. Разница была только вот в одной детали. Здесь у меня вот такой кружок. Вот они такие полукруглые. Вот, круглые. А у неё гвоздик. Гвоздик и на конце шарик. Вот, то есть у неё здесь будет шарик и вот эта весюлечка. А у меня вот будет вот так и весюлечка. Ну, в принципе, это то же самое. Вот такие вот серёжки, которые просто мне очень понравились. Мне кажется, они прямо очень-очень стильные. И вообще всё, что маленькое, вот такое вот эти все аксессуары маленькие, я их очень люблю. Мне кажется, они прям невероятно хорошо смотрятся. Наверное, потом покажу и сниму как-нибудь в другом виде. Сейчас не хочу их надевать. Но они очень милые, очень красивые. Золото мне это нравится. То, что именно вот золотой цвет. Ну, просто волшебные. Такие, знаете, мои. Очень рада и этой покупке тоже. Вот видите, совершенно разные аксессуары. Но очень нравится мне и то, и другое. Я, вы знаете, ещё не научилась, что делать. Миксовать какую-то такую недорогую бижутерию с такой люксовой. Но у меня нет просто времени, это нужно смотреть, понимать. Это так много отнимает времени, чтобы, знаете, лечь и начать искать перед сном, что тебе заказать. Просто никак не успеваю. Но вообще это плохая на самом деле идея вот это вот всё миксовать. Надеюсь, я к этому приду тоже. Найду время и сделаю вот что-то подобное. Следующая моя покупка – это костюм, льняной костюм. Честно говоря, у меня никогда не было льняного костюма, как ни странно. Вот действительно не было и не было. Не знаю почему. Наверное, потому что я смотрела на других винтах. То вытягивается, то ещё что-то мне не очень нравилось. Итак, это брючки. Я их уже носила, вот они чуть помяты. Вот бренд. Я его не очень знаю. Итальянский бренд. Forte Dei Marmi Couture. С карманами. Здесь тоже карманы. Но они, по-моему, обманные карманы. А нет, карманы есть. Ну, просто они зашиты. Но, в принципе, я их и не распарывала, потому что мне не нужны широкие длинные брюки с жилеткой. Жилетка тоже очень симпатичная. Я вам её покажу. Мне, правда, придётся её немного ушить, потому что она вот в пройме немного торчит и очень сильно открывается. То есть я подтяну здесь и подошью. Отдам. Просто никак не могу дойти до швея. Мне так стыдно, что я, наверное, это сделаю, как никто другой лучше. Я неплохо шью и очень хорошо в этом понимаю. Но мне не хочется этим заниматься. Представляете, как бывает. Поэтому я кому-то отдам. Ну, пусть мне подошьют, по фигуре подгонят. Это будет тоже очень красиво. Знаете, такой стильный вид. Опять-таки, если сюда какой-то аксессуар, потому что тут пройма достаточно глубокая. Что-то на руки. Ну, в общем, можно обыграть этот костюм. Но я пока больше всего люблю носить просто вот эти брюки со светлой майкой, например. Я надевала с L'Ora Piano. Кофта у меня есть такая. Я снимала много раз видео в ней. Такая она вот обычная. И с этими брючками очень хорошо смотрится. Я люблю такие вещи, когда нет... Я уже говорила, нет таких сильных обозначений, принадлежности к определенному бренду. Опять-таки, кто-то сейчас скажет, сидит в Майке Лаэве и говорит, не люблю. Это такая вот малость. Такие вещи у меня есть, конечно. Все равно они есть. Но все-таки моя душа предпочитает такие малоизвестные. Следующая моя покупка — это джинсы. Знали бы, сколько я искала эти джинсы широченные. Вот такие вот широкие джинсы. Это низ. Они вот такие. Так, это бренд. У меня уже есть такой. Такой 25 — это размер. В общем, вот такие на талии, высокие. Тоже с карманами. И широкие. Обожаю просто. Как они мне нравятся. Это просто очень крутые джинсы. Вот с такими джинсами тоже. Хотя бы вот с этой даже майкой. Я даже показывала в Инстаграме такой свой образ. Мне тоже очень нравится. Во-первых, они летние. Они легкие. Ну, они весенние, летние, осенние. Потому что ткань очень легкая. Они очень широкие. И они этим... Мне нравится тем, что даже если очень жаркая погода, из-за того, что они широкие, просто все проветривается. Ты можешь в них ходить, даже если очень жарко. Ну и плюс я прям давно искала такие джинсы. Еще я хочу купить наподобие джинсы. Только еще светлее. Не такие синие. Прям, знаете, прям нежно-нежно голубые. И вот такие тоже ищу. Но пока еще не нашла. Я не очень-то все ищу. Я ищу только в двух магазинах. Это Даниэла и Манифик. Практически больше никуда не хожу. Хотя раньше ходила, но сейчас почему-то все отпало. И вот эти только два магазина остались, куда я хожу и где я с удовольствием делаю покупки. Я уже говорила, что я не люблю покупать вещи, когда вот мне приходится их искать. А это было, в принципе, не в тот момент, когда я прям искала их. Но я их искала. Девочки, цель, помнишь, ты хотела такие джинсы? Вот они есть. И все, я их купила. Я такая счастливая. Хотя, когда я примерила в магазине, я подумала, что-то как-то на мне не очень сидят. Но это у меня, знаете, я чувствую, что мне нужен спорт, что немного уже я как-то не так выгляжу, как раньше, когда ты с собой недовольна. Надо либо что-то делать, либо не покупать что-то, чего-то отказываться. И вот я вижу, что-то как-то уже не так. Нужно заняться собой на самом деле, чтобы радоваться покупкам. Потому что... Я замечала часто, бывает у женщин такое, женщин назовём, наверное, потому что, помня себя в юности, не начинает покупать всё то же самое, хотя это уже не идёт. И вот мне не хочется быть на вот этой вот стадии, вообще не хочу. И не хочу в то же время покупать какие-то взрослые вещи, прям совсем уж откровенные, чтобы там я не могла это носить. Но нужно вовремя заниматься собой. Учите это, замечайте это. Это неплохо, это, знаете, не придираться к себе. Это просто здоровая реальная оценка, когда вы должны чётко понимать, что в каком-то возрасте, да, нужен спорт, нужно подтягивать вот эти места, чтобы они были более рельефными. Ноги подтягивать, живот, грудь, попу. Ну всё вообще. Конечно, всё нуждается в подтяжке, диеты какие-то, может быть, незначительные. Я против каких-то ярких диетов. Именно поддержать своё здоровье, поддержать себя в форме. Я думаю, обязательно. Вот в зал для меня прям очень сложно ходить. Я просто... Я лентяйка в этом плане. И для меня это очень скучно. Вот я ходила на танцы, мне там было не скучно. Но опять же, как говорят, ты настраиваешься, и ты уже не можешь без этого. А для меня нет. Для меня это было всё-таки прям вот сегодня идти на танцы. Так это было. Там уже прихожу нормально, а вот именно сам поход для меня был такой напряжённый. Мне нужно было собраться. Поэтому не у всех так бывает. Но нужно действительно себя прямо брать так за шкирочку и вперёд в зал. Только, я думаю, предвкушаю. Я так и предугадываю, что мне могут написать там занятия с тейпом, групповые. Это вообще не моё. Нет, групповые занятия, это просто всё мимо меня. Мне нужно индивидуальное. Индивидуальное. Мне, кстати, посоветовали пилатес. Сказали, что прям очень хорошо тело подтягивается. Может быть, пилатес будет. И там индивидуальные занятия. То, что я, в принципе, люблю. Если вы подумали, что это всё, то нет. У меня ещё дай-бутик. И здесь тоже была покупка. Я, видите, даже не распаковывала с тех пор, как пришла. Давайте я вам покажу. Здесь у меня вот такая коробочка. Коробочка Валентина. Одна из моих любимых марок. Кстати, я буду продавать свою сумку, если кто-то хочет Валентина. Но она потёрлась. Имейте это в виду. Я, конечно, напишу это, что она потёрлась. Но вдруг кому-то будет интересно. Можете перейти. Если до этого момента не продам, на мой сейл и посмотреть там. Итак, здесь ремешочек. Вон в таком мешочечке. Тут всё как надо. Я подписана на одного блогера. Мне так нравится, как она снимает видео. Такие, в общем, часто очень пишут, на самом деле. И мне, ой, как вы радуетесь крышечкам, как вы радуетесь баночкам, как вы радуетесь мешочкам. А на самом деле это прям очень приятно, очень радует. Называется, кто понял, тот понял. Да, и вот ей, видимо, часто пишут. И она иногда снимает вот такие видео. Такие коробки. Какой-то мешок. Ремень. Ничего особенного. Видимо, то, что пишут. И потом это очень смешно выглядит у неё. В общем, у меня двусторонний ремешок. Так, я это не снимала. Давайте снимем ценник. Я купила его со скидкой. Очень рада. Кстати, вообще не знала, что есть скидка на него. Но обрадовалась. Вот такой вот ремешочек. Ой, не так держу. Вот такой вот ремешочек. Очень будет хорош с, например, с обычным каким-то платьем, где нужно просто подчеркнуть всего это. Будет хорош с джинсами и с футболкой. Вот то, что я вам показывала джинсы и какая-то футболка тоже только не эта. Майка, может быть. Да вообще с любыми брючками и с линными. Абсолютно с разными. Здесь небольшой вот такой вот знак Валентина. И то, что мне нравится, это то, что он двусторонний. Можно его носить и этой стороной. Переворачиваем просто знак. Видите, здесь просто крепление. Переворачиваем его отсюда, снимаем сюда. И все, у вас второй ремешок. Это очень выгодная покупка. Это классика. Мне кажется, это прямо на все времена. И такой должен быть абсолютно у всех. Еще что мне нравится, помимо того, что он двусторонний, мне нравится, что и тут, и тут кожа. Потому что у меня есть ремни, которые с этой стороны кожи, а с этой, я не знаю, как это называется, из чего это сделано, там, замшу же, что ли. И она начинает со временем темнеть. Я вот это прямо просто ненавижу. Потому что, когда темнеет, у меня такое ощущение, что я ношу какую-то грязную вещь. И поэтому я так рада, что здесь вот этого нет. Ну, посмотрите, какой он прекрасный. Очень нравится. Кстати, там были такие аксессуары еще вот на руку. Всякие такие браслеты. У меня, кстати, есть браслет тоже. Как называется марка с черепами? McQueen. Вот. В общем, классно. Я рада такой покупке и всем рекомендую. Я вообще, знаете, когда даю такие советы, это будет хорошо с этим. Это с этим. Я чувствую себя вообще не в своей тарелке. Мне кажется, я не должна давать подобных советов. Потому что, ну, это не то, чтобы советы. Это как я буду носить. Потому что такими вещами должны заниматься эксперты. Я вообще очень хочу записаться на, не то, чтобы на курсы, ну, вот на что-то подобное, чтобы меня научили стильно одеваться. Мне кажется, чего-то мне не хватает, чего я не могу понять. Единственное, что вот по поводу его двусторонности, вот здесь вот, например, написано Валентина, все, ну, как вы знаете, оттиски вот эти все. Будет странно, да, если у меня будет вот это видно. Ну, не знаю, может быть, никто не будет так присматриваться, но все-таки это, мне кажется, немножко неправильно. Ну, если прям очень нужно, можно его надеть со второй стороной. Если вы думали, что это все, это еще не все. Я купила себе в Манифике. Возвращаемся в Манифик. То есть у меня вот такой Манифик, Дебутик Манифик Дебутик. Итак, я купила себе то, что давно хочу. Нет, не именно вот это. Просто сам аксессуар нужен был давно. Это новая для меня марка Neus. По-моему, так она называется. Neus. И это... Давайте будем делать распаковку. Сумка. Это сумка с ручкой и плечевым ремешком черного цвета из кожи натуральной и стопроцентный внутри шелк, отделка шелковая. Итальянская марка, которую раньше я не знала, но сейчас знаю. Это кросс-поди. Это великолепный, красивый аксессуар, который я видела раньше в магазине, но когда я пришла именно вот в льняных брюках и в светлой... Это не футболочка, ну, футболочка, наверное, да, такая в обтяжечку, я ее надела и поняла, что она мне очень нужна. Вот именно к этому образу она идеально подошла. Ну, и вообще, в принципе, подобные такие образы под джинсы она будет хорошо. Она и лаконичная, и в то же время такая богато смотрится, не избитая. Я практически ни у кого не видела. Вроде бы, инфлюенсеров пока с этой сумкой нет. Надеюсь, и не будет. Я не очень хочу, чтобы это было прямо так вот растяжажировано. Мне это не нравится. Я замечаю, что такие вещи я могу купить, но я их практически не ношу. Как в свое время, например, я купила ремень, вот этот вот модный Off-White, и я практически несколько раз надела и его перестала носить. Не, потому что я такая ой, все носят, я не хочу. А как-то вот так получается. У меня не очень у меня лежит душа к этому. Потом у меня были туфли Валентина вот с этими как гвоздиками назвать. Они до сих пор, это классик, они в постоянной коллекции. Ну, как-то вот мне не носятся. Хотя они очень красивые и хорошо сидят на ноге, смотрятся, ну, просто великолепно. Ну, почему-то вот так вот тут с мной. Итак, это сумка. Давайте все-таки вернемся к сумке. Она на самом деле не избита, она удобного для меня размера. Туда помещается и телефон. Вот в предыдущую мою сумку я никак не могла туда вместить телефон. Она вроде бы и маленькая, но телефон помещается, и паспорт, и ключи. Ну, в общем, то, что мне было нужно. Эта сумка имеет одно отделение и один кармашек. Больше, наверное, даже и не нужно. Открывается удобно, ремешок удобный, крепится он очень симпатично. Можно носить и через плечо, и на плечо. Чаще всего я ношу через плечо, потому что у меня такой образ жизни, когда мне нужно бывает что-то нести в руках, и через плечо мне удобнее. То есть я к сумке не имею отношения. Все-таки, когда на плечо, она может спадать, а вот через плечо мне так удобнее. Ну, и плюс фурнитура золотого цвета, которая вот, например, очень хорошо подойдет к моим серьгам от Dior. Да вообще, у меня сейчас много фурнитуры, много украшений именно желтого цвета, золота. Раньше я очень любила серебро, почему-то сейчас сменилось направление, и я люблю больше золота. Не знаю, с чем связано. Раньше как-то прям по-категорически. Наверное, это связано не приносило... Связано, наверное, это с тем, что я живу в Дагестане, а здесь, особенно в моей юности, очень много было золота, носили как-то это золото, и все время это было для меня такое отождествление с чем-то нестильным. Такое... много каких-то длинных платьев, таких каких-то рюш, цветное что-то, много золота, то есть какая-то неприятная эклектика, нестильная. И, наверное, оттуда была ассоциация, это сейчас это ушло, и вот сейчас, не знаю, Дагестан, мне кажется, это просто вот парад стиля, можно так сказать, очень много красивых девушек, ухоженных, которые красиво, стильно одеваются, и, наверное, сейчас я стала выбирать именно вот такие аксессуары. Мне очень понравилось. Все мои покупки мне очень понравились. Пишите, какие понравились вам, какие бы вы купили тоже, какие бы, на какие даже не посмотрели бы. это тоже очень интересно. В общем, пишите свои комментарии. Я, знаете, у меня вот одна есть такая нехорошая черта, я когда прихожу в магазин, я забываю снимать. Ну, там же все зеркала, то есть, ну, снимай. но я почему-то забываю. Вот это очень плохо, потому что я хотела бы вам это еще и показывать, а не просто разговаривать. Но я надеюсь, к тому времени, когда буду монтировать видео, я успею снять эти все свои образы и показать вам. Вообще, следите в Инстаграме, я там тоже выкладываю частенечко сейчас что-то. На этом я с вами прощаюсь. Вам желаю также удачных покупок, тех, которые вас будут радовать и приносить удовольствие, и вы будете в них выглядеть роскошно. Всем пока-пока.